Приветствую всех зрителей своего канала. Сегодня мы поговорим про довольно увлекательную и интересную конструкцию самодельного фонарика. Фонарик у нас необычный и конструкция напоминает меч джедая, как в фильме «Звездные войны». Ну а для работы нам понадобится одна лампа газоразрядная для подсветки от подсветки LCD-мониторов. Думаю, все видели такие. В ноутбуках тоже применяются для подсветки. Можно приобрести в любом радиомагазине. Дальше. Инвертор для запитки этих ламп. Мы будем разбирать этот инвертор. Он целиком не нужен. Только возьмем трансформатор. Кстати, инвертор был куплен специально для данного видеоролика. Дальше. Нам понадобится литий-ионовый 1 аккумулятор стандарта 18650 3,7 вольт. Такие банки можно снять из ноутбуковских аккумуляторов или купить в любом тоже радиомагазине. Дальше нам понадобится один биполярный транзистор типа КТ-805 или 819 или любой импортный аналог той же мощности. Ну, парочка мелочей. Это гелевые ручки и еще несколько приблуд, о котором поговорим в ходе данного видеоролика. Несколько слов про саму конструкцию. У нас конструкция будет из трех основных частей. Это аккумуляторный отсек с выключателем. Это инвертор и, конечно же, осветительный прибор в лице вот этой лампочки. Сама плата инвертора нам практически целиком не нужна из него. Нам только нужно выпаять трансформатор. Один из этих. В моем случае инвертор предназначен для запитки сразу четырех ламп. Трансформатор у нас из себя представляет самый обычный высоковольтный импульсный трансформатор. На нем есть секционная вот такая намотка. Это высоковольтная обмотка и, конечно же, первичная или задающая обмотка. Первым делом с помощью паяльника нужно удалить из платы целиком этот трансформатор. Один из них. Дальше. Поскольку такие лампы довольно-таки хрупкие и быстро ломаются, нам нужно сделать некоторое защитное покрытие. А самый удобный вариант это использовать вот такие пасты от гелевых ручек. Всю гель, конечно же, нужно удалить, почистить. И просто наша лампа отлично вот входит сюда. Так что неплохое защитное покрытие. Преобразователь напряжения мы построим, как уже сказал, на основе одного вот такого трансформатора. Всего одного резистора с номиналом от 100 Ом до 1 килоома и биполярного транзистора. Наша схема из себя будет представлять простой блокинг-генератор. Мощности вполне достаточно для полноценной запитки такой лампочки. Перед вами простая схема нашего фонарика. Я тут все нарисовал так, чтобы было максимально понятно. Сверху у нас лампочка, трансформатор, который имеет вторичную и первичную обмотку. Дальше транзистор КТ-805. Слева направо эмиттер, коллектор база. Ограничительный резистор на базе у нас стоит в 1 килоом. Номинал опять же от 100 Ом до 1 килоом. Выключатель питания, который включает или отключает плюс питание аккумулятора. И сам аккумулятор. Аккумулятор, как уже сказал, 3.7 Вольт. Литий-ион 3.6-3.7. Так, вот все я таким образом уже собрал. Пока что для теста. Давайте вблизи покажу, что у нас есть и как подключаются обмотки. Обратите внимание, у нас имеется обмотка. Вот видим, да, две обмотки стыкуются друг к другу. Это у нас плюс питания, то есть провод идет на плюс. Дальше у нас слева имеется еще одна обмотка, вывод точнее. Через резистор идет на базу. И справа у нас коллекторная обмотка, которая подключается к коллектору транзистора. Вот так все просто. И две обмотки, это у нас уже высоковольтный выход, подключаются к лампочке. У лампы у нас два вывода, то есть один из концов к одному, второй ко второму. Таким образом у нас система подключена. И давайте подключим к аккумулятору 3.6 Вольт. Хочу сразу сказать, что схема потребляет от аккумулятора в районе 200 мА. Следовательно, транзистор у нас тепленький, но не нагревается таким серьезным образом. В идеале нужно, конечно же, установить на теплоотвод. Видите, как приятно светит наша лампочка. Такой розовый, больше она фиолетовый смахивает оттенок. Конечно же, свет от камеры нам сейчас мешает, но довольно яркое освещение наблюдается. То есть осветить что-то вполне возможно. И заметьте, никакого мерцания тут нет. Такая примитивная вот система. Давайте сейчас соберем все это дело в более нормальный вид приведем. И, конечно же, подумаем про корпус и сам выключатель. В качестве корпуса я буду использовать небольшой пластиковый бокс от жевательной резинки типа Mentos. Можно приобрести в любом магазине. Изначально мы договорились использовать литий-ионовый аккумулятор, но чтобы не возникли у людей проблемы с зарядкой, мы будем использовать вот три такие никель-металл-гидридные аккумуляторы типа Хамелеон. Напряжение каждого аккумулятора составляет 1,2 Вольт при емкости 1100 мАч. Они не принципиальны. Можно использовать абсолютно любые пальчиковые или мини-пальчиковые аккумуляторы обязательно. В моем случае стандарт 3А. Можно использовать стандарт 2А, если корпус этого позволяет. Выключатель питания у нас будет располагаться непосредственно на крышке. То есть с помощью самого обычного канцелярского ножика мы тут сделаем небольшое углубление, то есть отверстие под выключатель. Эта часть у нас будет находиться в руке. Сверху у нас будет укреплена лампочка. Нам, конечно же, придется притащить тонкий провод сверху лампочки в непосредственно корпус. Давайте еще раз посмотрим на схему. Думаю, ничего сложного. Кстати, аккумуляторы. Почему именно 3? Чтобы получить напряжение 3,6 вольта. Следовательно, все три банки нужно подключить последовательным образом. Надеюсь, ни у кого не будет с этим проблем. Заранее нужно нанести капельку припоя на непосредственно контакты аккумуляторов и запаять последовательным образом. Можно использовать любой вид проводника. Вот такие, к примеру, проводки от компьютерных блоков питания нерабочих или любой другой. Собрали мы все это дело в корпус. Смотрится вот таким образом. Конечно же, я пока не вывел разъем для подключения зарядного устройства и не поставил защитное покрытие для самой лампы. Кстати, защитное покрытие можно сделать чуть иное. То есть, конструкцию оставить прежней, но отрезать, к примеру, полоску фольги, прикрепить нашу пасту от гелевой ручки наполовину, чтобы получился своеобразный рефлектор. Тогда мы можем концентрировать световой поток в каком-то конкретном направлении. А так вот свет распределяется равномерно во всем пространстве. Включаем. Ну, сами видите, свет от камеры довольно яркий, поэтому свечение нашей лампы не такое уж и внушительное, но никаких проблем. Мы сейчас сделаем тест в абсолютной темноте. Наконец, тест-драйв нашего фонарика в абсолютной темноте. Включаем. Очень хорошо вспыхнула лампочка. Смотрится, думаю, очень красиво. Давайте попробуем что-нибудь осветить. Ну, свет вполне-вполне нормальный. Довольно-таки приличный. В большей степени смахивает на обычный белый свет. Хотя, некоторый вот оттенок чувствуется. Так. Не знаю, получилось довольно хорошо. Лампочка кажется вот такой тонкой, то есть свет. Так как бы, ну, размеры лампочки сами видели. И напоследок, стоила ли игра свеч? С учетом всех комплектующих, они все довольно-таки дорогие. Например, аккумуляторные батарейки, трансформатор от инвертора и сама лампочка. Разумеется, с учетом стоимости, игра не стоит свеч, поскольку абсолютно такой же примерно фонарик можно сделать на основе светодиодов, которые более дороги и доступны многим. Но если есть парочка нерабочих инверторов, лампочка и аккумуляторы, которые не используете, то без проблем можно собрать такой фонарик и радоваться, поскольку действительно фонарик необычный. Именно из-за необычности я решил предложить эту конструкцию. Так что, прошу сильно не судить, поскольку фонарик в большей степени для развлечения, для декорации, грубо говоря, а не для реального применения. На этом, друзья, все. Не забывайте подписаться на канал, оставлять свои отзывы про дальнейшие видеоролики. Если возникают дополнительные вопросы, то милости просим на свободный форум нашего сайта. А с вами, как всегда, был Ага Касьян. До новых встреч. Пока.